МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видите, какой сундук с богатствами открыли? Но на самом деле эти бантики, что? Главное богатство – это вот это вот сокровище, для которого и подбираются. Ну и что, какой мы, Анастасия, бантик здесь подберем? Нужно смотреть, в чем пришла собачка. Она пришла в сером комбинезончике, они же голенькие не ходят. Сейчас к серенькому что-нибудь подберем. Это девочка. Тогда, конечно. Ну, скажу честно, что бантики носят и мальчики, потому что есть такие породы длинношерстные, у которых длинные волосики на голове. И очень удобно и практично, если эти волосики бантиком прикреплены. Поэтому, если видите собачку с бантиком, совсем не обязательно, что это девочка. Может быть, мальчик? Вот так вот. В собачьей жизни это принято. И вот такой бантик, ведь это утилитарно полезно? Очень полезно. Это практично как раз-таки для собак, для того, чтобы волосики не лезли в глазки. Собака выглядела обрядненькая. Ну и у тех, у кого есть в доме, помимо собак, еще детки, они очень с удовольствием играют, как с куклами. Надевают бантики, причесывают, надевают одежки на них. То есть вот такая живая игрушка. Мне кажется, наша девушка выглядит сейчас уже как кукла. Как сложно было ее привести в такой вот образ. Или это вот все поддерживается и все как бы вот... Да, здесь самый главный секрет в том, чтобы эту красоту поддерживать регулярно дома, регулярными расчесываниями. Конечно, это шутка, что это живая игрушка. Вообще, любое живое существо, это не игрушка. Как раз-таки требует ответственного обращения к себе. В частности, ухода не только у грумеров. Мы только поддерживаем красоту. Но и в домашних условиях регулярное расчесывание – залог красивой собаки. Как мы всегда говорим, проснулись утром, причесали себя, причешитесь к своего питомца любимого. Много времени вот на такую красоту приходится тратить? Для ежедневного ухода достаточно пяти минут утром и пяти минут вечером. Вот серьезно, ничуть не больше. У нас на уход, поддержание красоты, на стрижку такой собачки уходит примерно около двух часов. Ну, это вот можно подождать, можно потерпеть. Конечно, да. Можно подождать, погулять. И ради здоровья и хорошего, здорового внешнего вида – это вот обязательно. Что дома нужно держать? Какие инструменты для поддержания вот этой всей? Обязательно. У нас должны быть расчесочки. Расчесочки должны соответствовать типу шерсти питомца. Не каждая расческа подходит любому питомцу. Здесь нужно будет проконсультироваться либо с консультантами в магазинах, либо с заводчиком, либо с грумером. Шампунь. Собачек купают для нашерстных довольно-таки регулярно, два раза в месяц – это обязательно. И любить надо. И любить надо. У меня, Анастасия, такой вопрос есть, который наверняка у многих и хозяев. Скажите, а во время стрижки, мойки, вообще вычесывания вы вкусняшки даете? Нет, ни в коем случае мы этим не балуемся по той причине, что у каждого питомца свой стол дома, свой рацион. И мы все-таки не имеем права это делать, чтобы не навредить животным. Потому что, может быть, он на спецпитании, может быть, у него аллергические реакции какие-то. Для чего ему нужно? Мы их заинтересовываем своим, ну, таким хорошим настроением позитивным. То есть мы здесь с ними играем. У нас собачек еще, помимо них, много им интересных и без вкусняшек. Но если разрешают нам, владельцы, перед тем, как отдать их обратно, мы, конечно, угощаем у нас есть запасик, людям конфетки, собачкам вкусняшки. Молодцы какие. Кстати, какая вот эта порода? Это у нас новая, так называемая, авторская порода, которая очень популярна становится. Называется мальтипуп. Это метис, смесь мальтийской баллонки и пуделя. На сегодняшний день она считается для самых дорогих, между прочим. Я вам даже не слышу, сколько я держу тут на руках. Ну, мы скажем, да, тихонечко, пока Анастасия не слышит, 400 тысяч рублей. Не упали, нет? Мы сначала зашатались. Да ты прелесть какая. Все то же самое, что и для собак примерно вот такой же породы необходимой для нее. Да, ничего другого совершенно нет. Все то же самое, расчесочки, регулярные уходы, регулярные визиты в салон. И все. И внимание. Да, и получается вот такое вот сокровище. Ты моя хорошая. Да, и получается вот так, что я не знаю, 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 что я 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 знаю Продолжение следует...